Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашки Ильич Анна. И сегодня я показываю, рассказываю 4 сорта томатов, которые хорошо показали себя в 2020 году в моей теплице. И в конце видео называю причины, по которым томаты неравномерно окрашиваются, и что с этим можно сделать. Первый сорт томата, о котором хотелось бы вам рассказать и его показать, называется Гигантское сердце Тасмании. Родом этот сорт из Америки, относится к категории крупноплодных сортов, плоды которого порядка 300-400 граммов. Гигантское сердце Тасмании относится к крупноплодным, мясистым томатам, так же, как и для большинства крупноплодных томатов. К сожалению, у основания плодоножки идет легкое растрескивание, и образуются желтые плечики. Куст у этого коллекционного сорта томатов высокий, индотерминатный, растет на протяжении всего вегетационного периода, завязываемость плодов невысокая, но за счет большой массы плода урожайность в целом для данного сорта считается хорошей. Гигантское сердце Тасмании сформировало, конкретно в данном случае, порядка 8 семенных камер. Соответственно, количество семян у данного томата будет значительно выше, чем у других сортов томата. По вкусовым ощущениям, сорт типично томатный, имеет характерный помидорный и вкус, и аромат. Однако, ему не хватает большего содержания сахара. Он не такой сахаристый, как иные сорта томатов. Поэтому, если вы не любите слишком сладкие сорта томатов, можете присмотреться к данному коллекционному сорту, который, еще раз напомню, называется гигантское сердце Тасмании. Следующий томат, о котором хотелось бы сказать, это коммерческий гибрид, называется New Orange. Исходя из названия, можно догадаться, что цвет для него такой насыщенный, оранжевый, приятный по внешнему исполнению. Что касается вкуса, то вкус, хорошее сочетание и кислот, и сахаров. Вкус кисло-сладкий, приятный, свежий. Томат, в моем понимании, идеален для приготовления салата в свежем виде потребления и также для консервации. Плоды округлые, заостренным кончиком, массой около 70 грамм. Гибрид New Orange характеризуется тем, что он относится к томатам раннего срока созревания. Это 95-100 дней от момента всходов семян. Также для него характерно наличие детерминатного типа роста, компактного куста. Исходя из заявлений производителей, многочисленная устойчивость к различным заболеваниям. Например, к вирусу томатной мозаики, к фазариозу и к иным заболеваниям. Также, если вы обратили внимание, для этого гибрида характерно наличие вот таких вот пустот или пустотелые плоды. Это скорее особенности гибрида или сортовая особенность, как называется, по-другому у агрономов. И вызвано это тем, что ткани перекарпия или внешние вот эти ткани, они делились и росли значительно быстрее, чем делились и росли ткани внутри плода. За счет этого образовалась пустота, ввиду того, что внутренние ткани не успели полностью заполнить весь объем семенной камеры. Этого пугаться не стоит и искать каких-то дополнительных причин тоже не стоит. Третий образец томатов, о котором хотелось бы упомянуть, это уже сорт, который называется Индиго Роуз. Также его можно встретить как Индиго Роуз. Сорт американской селекции, селекционер Джим Майерс. Он взял культурные виды, скрестил их с дикими томатами, которые собрал в Чили и в Галапагосских островах. И таким образом получились достаточно красивые, на мой взгляд. Также крайне полезные, ввиду большого содержания антоцианов. Об этом говорит темная окраска плодов. Томаты Индиго Роуз индотерминатные, высокорослые. Они требуют постоянного посынкования. К сожалению, это тот сорт томатов, который требует постоянного вашего участия в его формировании. Несмотря на это, завязываемость плодов отличная. Устойчивость к стрессовым условиям в виде перепадов температур и засухи также отличная. И этот сорт томатов, исходя из того, что он получен путем скрещивания с дикими видами, проявляет гену устойчивости к ряду различных заболеваний. Поэтому, если вы любитель различных ярко окрашенных, нетрадиционно окрашенных томатов у себя на столе, а также, если вы любители мелкоплодных томатов, которые будут идеальны для цельного консервирования, а именно Индиго Роуз формирует плоды массой 20-50 граммов, то тогда вы можете присмотреться к этому сорту и обязательно высадить его в будущее вегетационное период у себя на участке. По вкусовым качествам Индиго Роуз напоминает обычный традиционный томат. Каких-то выдающихся особенных вкусовых ощущений он не вызывает конкретно у меня. Единственное отличие это, конечно же, увеличенное содержание антоцианов, о котором говорит ярко окрашенная интенсивная фиолетовая оболочка данных томатов. И в конце роликов объясняю, почему неравномерно окрашиваются плоды у томатов. По мере того, как томаты наливаются и созревают, они нуждаются в повышенном содержании калия. И вот если этого элемента недостаточно, то соответственно и любые биологические процессы, которые протекают в плодах, а именно созревание, оно протекает неравномерно. Впоследствии, конечно, окраска у таких плодов выравнивается, но на начальных этапах, если она неравномерна, то это сигнализирует о недостатке калия. Также неравномерными могут быть окрашены зеленые плоды томатов. В частности, меняется окраска зеленая на салатовую, зеленая на салатовую. Если именно такая неравномерная окраска по зеленым плодам присутствует на ваших томатах, то это говорит о недостатке фосфора. По этой причине, когда у нас есть неравномерная окраска как уже созревающих, так еще и растущих плодов, тогда мы принимаем решение о том, что лучше подкормить наше растение калийно-фосфорным удобрением. Идеально для этого подойдет монофосфат калия. Лучше, конечно же, провести подкормку по листу и в небольшой концентрации, но разделить ее подкормку на три раза. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, что это короткое видео было для вас информативным. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. Всего вам хорошего, до новых встреч!